Всем привет друзья и добро пожаловать на очередной выпуск новостей модов из игры gta 5 и сегодняшнем выпуске я покажу вам 10 крутых модификаций на автомобиле которые вышли на этой неделе и которые действительно стоит посмотреть и возможно даже вы захотите их себе установить в вашу gta моды для игры gta 5 публикуются и выпускается очень часто и в данном втором выпуске наших новостей я собрал для вас 10 крутых новых автомобилей которые очень качественные и которые очень хорошо работают и вы посмотрите как они выглядят и возможно даже захотите себе их установить и на них прокатиться также стоит напомнить что все эти автомобили абсолютно свежие и разработчики модов выпустили их на этой неделе Что ж давайте не будем медлить и сразу же перейдем к обзору этих крутых автомобилей Ну и обзор поможет нам сегодня сделать наш сегодняшний гость это стик из программы топ гир Он уже ожидает нас на парковке и позади него видно что уже есть несколько автомобилей которые он для нас подобрал Я надеюсь стик меня слышит, к сожалению он не разговаривает, он только умеет кататься и тестировать автомобили Поэтому вместо него мне придется самостоятельно это все озвучивать Но стик уже сделал свою работу, он протестировал все эти автомобили и я уверяю вас что все эти автомобили абсолютно качественные и они не зря находятся в нашем сегодняшнем выпуске Ну и давайте начнем И одним из первых в нашем списке находится автомобиль Lamborghini Aventador CJ Roadster Это один из самых дорогих спорткаров на сегодняшнее время Разгон до сотни занимает всего 2.9 вместо 2.8 секунды Отметка в 200 км в час покоряется всего лишь за 8.8 секунд А максимальная его скорость составляет выше 350 км в час Интересно то что подобных автомобилей на свете выпущено только 800 штук И данный автомобиль является самым дорогим из семейства Lamborghini Aventador Следующий автомобиль это итальянский маленький автомобиль Alfa Romeo Mito QV Это один из самых маленьких автомобилей модельном ряду Alfa Romeo И старт продаж подобного автомобиля стартовал еще в 2008 году Привод здесь также передний В то же время здесь также есть 3 режима вождения Разгон до сотни составляет 8 секунд Я думаю что он прекрасно подойдет для покатушек по городу Следующий автомобиль в нашем списке сегодняшнем который выпустили разработчики модов для игры GTA V Это британский автомобиль MGB Roadster Его начали выпускать еще в 1962 году Разгон до сотни составляет примерно так же самое и 8 секунд И максимальная скорость в районе 200 км в час Это обычный классический автомобиль Но я думаю что некие коллекционеры ретро автомобилей отдали бы за него хорошую круглую сумму Ну а пока что мы можем им наслаждаться в игре Дальше в нашем списке находится мотоцикл Не просто мотоцикл, а спортивный мотоцикл Kawasaki ZX-6R 2019 года выпуска Подобный мотоцикл это чудо которое доступно абсолютно каждому И он не сильно дорогой Но в то же время он имеет 636 кубов двигателя Чтобы вы понимали много это или мало Он разгоняется до сотни от 3 до 3,6 секунды И вполне может конкурировать даже с автомобилями Следующий у нас автомобиль это внедорожник Внедорожник Jeep Который выпускается британским автоконцерном Chrysler И это скорее всего модификация в Wrangler Более того разработчики данного мода этого автомобиля Добавили нам такую прекрасную раскраску паркюрерского периода И нетрудно догадаться что он сделан наподобие автомобиля Который использовали и снимали в фильме паркюрерского периода Выглядит он действительно впечатляюще Следующий автомобиль который вышел на этой неделе для игры GTA 5 Это автомобиль Camaro ZL1 2018 года Максимальная скорость данного автомобиля составляет примерно 320 км в час И он оснащен движком V8 К слову ребята этот автомобиль на 5 секунд быстрее чем Ferrari 488 GTB Который забегая наперед тоже будет в нашем сегодняшнем списке Ну и наконец таки подошел небольшой такой ответ немцев Американцам на их выпуск Теслы Потому что это новый Golf GTI 2020-2021 года выпуска И это электрокомплектация То есть он полностью работает на электрике И заряжается как Тесла Ну а по мощности движка здесь от 110 до 150 лошадиных сил В зависимости от комплектации данного автомобиля Но в то же время выглядит он очень красиво Дальше в нашем списке находится тоже очередной итальянский автомобиль Это Ferrari 488 GTB 2016 года выпуска Этот автомобиль медленнее чем бывший Camaro ZL1 Но в то же время он немножко и старше на 2 года По скорости он отличается от Camaro всего лишь на 1 км в час То есть максимальная его скорость составляет 341 км в час Привод здесь задний и производится он только в кузове купе Но в то же время он очень красивый и качественно сделан Предпоседний один из лучших автомобилей Который выпустили на этой неделе в GTA V Это автомобиль Volkswagen Caddy Maxi 2016 года Небольшой такой грузовой легковой автомобиль Это автомобиль который остался в 2016 году без рестайлинга То есть его как выпускали в таком кузове Так и продолжают выпускать Автомобиль комплектуется моторами в основном 1.6 или 2 литра Ну и под конец наш выпуск сегодняшних автомобилей Закрывает такой старичок Ford Model A Это ретро автомобиль из 1931 года Это второе поколение Кто разбирается в целом в истории автомобилестроения Я думаю что тот знает что в целом автомобили марки Ford Model A Они были из первых автомобилей которые выпустили автомобиль как таковой Ну а мы доделы сделали так чтобы мы смогли на нем прокатиться даже в игре GTA V И здесь вы можете его встретить раскраски такси Предварительно его установив в игру Ну и сейчас мы переносимся в студию На этом наш выпуск автоновостей завершается Такие 10 автомобилей Одни из самых качественных которые я для вас сегодня собрал Выпустили на этой неделе для игры GTA V Все они находятся на сайте ru-geta-5-mods Вы можете себе их скачать и установить в игру Ссылки на все автомобили я конечно же оставлю в описании Ну а вы в свою очередь подписывайтесь на канал Если вам было интересно подобная рубрика новостей в игре GTA V с модами Всем спасибо за просмотр Поддерживайте данную рубрику лайком И до свидания всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok